Уже в эту пятницу торжественно откроются 24-й зимние Олимпийские игры в Пекине. Видя трансляцию церемонии, в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1». Олимпиада должна была объединить спортсменов и болельщиков со всего мира. Но пандемия вновь омрачила спортивный праздник. И даже те счастливчики, которые попадут на трибуны, не смогут ощутить настоящую атмосферу игр и как следует поболеть за спортсменов. Зрителям запрещено кричать в поддержку атлетов, обниматься и нарушать социальную дистанцию. Но чтобы поддержать команду России, в регионах устраивают флешмобы в поддержку олимпийцев. Светлана Шаганова окунулась в предстартовый праздник главного спортивного события. Пекин уже встречает олимпийцев. Объекты зимней Олимпиады готовы к новым рекордам. Да и спортсменам уже ох, как хочется опробовать современные трассы и катки. Олимпийской сборной России очень нужна поддержка. Спортсмены вновь без гимна и флага, без шумных болельщиков с плакатами и аплодисментами. Наша сборная вновь выступит на Олимпиаде под названием Олимпийского комитета России. Карачаева Черкесия в лице регионального отделения партии «Единая Россия» Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Черкеска поддержала команду флэшмобом и развернула российский триколор. Я считаю, что настрой, как всегда, в нашей команде боевой. Наш флэшмоб направлен в поддержку нашей олимпийской команды. Несмотря на эти всевозможные ограничения, я не сомневаюсь, что наша команда добьется блистательных успехов и замечательных побед. Удачи в нашей команде. Олимпийский символ – пять колец. Они объединяют лучших спортсменов планеты. Активисты волонтерского центра «Единой России», молодогвардейцы, воспитанники спортшкол Черкеска, депутаты парламента приняли участие и выстроились в Олимпийские кольца. Многие с нетерпением ждут этого зрелища. Ведь Олимпиада – это уже больше, чем просто турнир. Это больше, чем спортивное соревнование. Больше, чем культурное мероприятие. Олимпиада – это целая жизнь. Мы рассчитываем на то, что наши ребята в медальном общем зачете будут как минимум в тройке. Что касается спортсменов и поддержки им, ну, конечно же, сейчас в силу того, что наши спортсмены вынуждены выступать без флага, без гимна, конечно же, это их дополнительно мотивирует. Но и мы со своей стороны хотим показать, что нам не безразлично то, в каких трудных условиях они находятся. И, конечно же, мы не можем физически участвовать вместе с ними на соревнованиях. Но наша моральная поддержка, наши переживания, наше волнение – оно с ними. Олимпиада придет в каждый дом. И мы станем, хоть и виртуально, но ближе к Пекину. И на три недели погрузимся в этот масштабный спортивный праздник, которого ждем четыре года. Я желаю удачи нашим ребятам, побольше медалей на Олимпиаде. Какой вид спорта зимний тебе нравится? Хоккей. Хоккей. Так, что пожелаем нашим олимпийцам? Победы. Болеем за нашу команду и желаем им больше победы. Вам какой вид спорта зимний нравится? Бетлан. Я желаю нашей команде только побед и только самых больших успехов и побольше золотых медалей. Мы самые лучшие. Россия! Россия! До главного спортивного события года остаются считанные дни. Лучшие спортсмены мира разыграют 109 комплектов наград в 15 зимних видах спорта. Команда России – одна из фаворитов на олимпийские медали. Россия! Вперед! Команда, Морсья жить! Команда, без которой не жить! Команда, Морсья жить! Чётorship Шаганова, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Команда, Морсья жить! Команда, без которой не жить!